Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангеллуки, глава 24, 44 стих. И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Чтобы нам, как причастникам тела Христова, наследовать с Ним сокровища, данных Ему Богом обетований, заключенных в законе, в пророках и псалмах, мы продолжим наше исследование одного из поистине молитвенных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. Не забывая при этом, что по проведению Святого Духа каждая молитвенная песня Давида – это на самом деле инструкция к определенной ситуации или же своеобразный талон, по которому нам следует сверять свои молитвы пред Богом и выстраивать с Ним свои отношения в аналогичной ситуации. Так, например, данная молитва, насколько уже нам известно, – это ответная реакция Давида на враждебные к нему отношения и на племенников, которые для оправдания к нему своей вражды распространяли о его нравственном облике ложь как некую одним им только известную правду. И, как мы уже отмечали, состоит данное ходатайство из четырех частей, и в определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на рассматривании четвертой. Напомню, что в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, что весьма важно и также и для нас. Любая молитва, если она будет начинаться именно вот с такого аспекта, когда мы будем говорить, кем для нас является Бог и что Он сделал для нас, дальнейшее уже потечет совершенно в такой победоносной форме. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие и предстоять пред ним как ходатай. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги в лице иноплеменников и на каких основаниях он сработал с победоносной стратегией Бога, чтобы не изложить этих врагов. А в четвертой части Давид исповедал благословение, которым он благословил Израиля именем Яхве, которое содержалось во фразе глагола «да будет», с силою которого Бог сотворил небо и землю. Это записано с 12 по 15 стих в этом псалме. Разумеется, что все эти благословения являются непреложными обетованиями, адресованными и принадлежащими сынам и дочерям Израиля во Христе Иисусе во все времена, функции которых равноважны как для мужчин, так и для женщин. Во-вторых, причастность сынам и дочерям Израиля во Христе Иисусе во все времена определялась знаменем нерукотворного обрезания и достоинством воина молитвы. В-третьих, все эти благословения не могли даваться человеку частями, так как являлись совокупностью единого жеребия. Мы обратили внимание, что в формате данных благословений достаточно ясно выделен образ семи основных обетований, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш с вами счет. Во-первых, это владычественное имя Яхве в повелевающей фразе «да будет», которую Давид использовал для того, чтобы привести в исполнение каждый аспект провозглашенного им благословения. Во-вторых, это образ разрушившихся растений в лице молодых или в лице сыновей израилевых. В-третьих, это образ столпов в чертогах царских в лице дочерей израилевых. В-четвертых, это образ полных житниц, обильных всяким хлебом. В-пятых, это образ овец с тьмами, плодящимися на пашетях наших. В-шестых, это образ точных валов. И в-седьмых, это образ безопасных улиц, на которых нет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели предмет первых двух обетований и остановились на исследовании третьего. Что же имеется в виду под образом искусственно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей израилевых? Функции которых одинаково важны как для мужского пола, так и для женского. И если, как мы ранее отметили, быть сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, это как для мужского пола, так и для женского, означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст, то быть дочерью по вере во Христа Иисуса, это как для мужского пола, так и для женского, означает через слышание Слова Божия и послушание этому Слову оплодотворять себя семенем Слова Божьего, а затем хранить и взращивать плод семени в своем сердце. Потому что во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Галатам 3, 26, 29. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Я вновь и вновь хочу сделать ударение на то, что все вы, то есть все независимо от возраста, пола, мужчины и женщины по вере во Христа Иисуса являются сынами Божьими. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники. Практически всякий раз, когда в Писании речь заходит о способности слышать Слово Божие, то всегда имеется в виду обетование, принадлежащее функциям дочерей Израилевых во Христе Иисусе, которые представлены в образе искусственно изваянных столпов в чертогах, в силу чего мы с вами пришли к необходимости рассмотреть определение сути искусственно изваянных столпов в чертогах, назначение в отношениях с Богом искусственно изваянных столпов, условие или же цена за право быть искусственно изваянным столпом пред Богом, в-четвертых, признаки, которые последуют после того, когда мы обличемся в достоинство искусственно изваянных столпов. В определенном формате мы с вами уже коснулись первых двух вопросов, в которых Писание определяет содержание и природу благословений заключенных в достоинство искусственно изваянного столпа в чертогах и остановились на изучении третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом формирование самого себя в искусственно изваянный столб или же колонну? В связи с этим мы стали рассматривать образ семи искусственно изваянных столпов в доме Премудрости. Притча 9.1.6. Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слух своих провозгласить с возвышенностей городских. Кто неразумен, обратись сюда. Искуда умному она сказала, идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума. Практически в образе семи искусно вытесанных столбах, в которых подразумевается полнота благодати Божией в лице доброго человека, пришедшего в полную меру возраста Христова, то мы, исходя из свидетельств Писания, пришли к определению, что добрый человек определяется по совершаемой им добродетели. В то время как сама добродетель определяется по доброму свойству души человека, который выражается в его доброй совести. Таким образом, отвечать требованиям искусно изваянного столба в чертогах – это, с одной стороны, постоянно стремиться к добру, с другой – постоянно удаляться от зла. И, разумеется, для этого необходимы усилия. В результате обличения и показания истинной добродетели человек становится причастником божеского естества. Это записано во 2-м послании Петра, 1-й главой с 3-го по 7-й стих. «От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы, то есть или же мы, через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старания, то есть задействуя все возможности своего естества, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержание терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбие и в братолюбии любовь». Из данной констатации или же конструкции следует, что люди, не могущие показывать в своей вере подобных характеристик, не имеют и не могут иметь причастия к божескому естеству, а следовательно и не могут показывать в своей вере добродетель. И вот эти характеристики – добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Как мы с вами уже говорили, в христианском мире называют это лестницей Петра, то есть по которой мы можем входить в небеса или в Царство Небесное, или же ключ, который открывает двери в Царство Небесное. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и меры нашей веры, мы уже рассмотрели образ двух столбов в свойствах добродетели и рассудительности и остановились на свойстве воздержания, по наличию и проявлению которого следует определять как истинный добродетель, так и истинную рассудительность. Потому что истинными признаками того, что мы обличены в рассудительность Христову, являются признаки в нашей вере истинного воздержания Христова, потому что воздержание исходит из рассудительности. В Писании рассудительность обуславливается, то есть воздержание, кротостью сердца. Быть воздержанным или иметь воздержание Христово означает обладать кротким сердцем, кротким духом. И в такую кротость возможно облечься только в одном случае, стать учеником Господа, ежедневно платя за это цену ученичества. Матфея 11, 28, 30. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня. Ибо я кроток и смирён сердцем, и найдёте покой душам вашим, ибо иго моё благо и бремя моё лёгко». Здесь очень много мыслей и глубин, но мы делаем только ударение сейчас на том, что для того, чтобы быть кротким или обладать кротким сердцем, кротким духом, необходимо научиться у Христа. Мы отметили, что само греческое слово, с которого переведено слово «воздержание», связано с функцией нашей воли. И на практике оно проявляет себя в самообладании и в самообуздывании. А так как приведённое воздержание имеет неземное происхождение и является воздержанием Христовым, то под этой чертой однозначно имеется в виду не показание в своей воле некой человеческой самодисциплины, а показание в своей вере воздержания Христова, которое обуславливается показанием или же демонстрацией воли Божьей. Так что добродетель, который выражает свою волю вместо того, чтобы выражать волю Божию, не имеет права называться добродетелью. А посему нам необходимо было уяснить, какими чертами Писание наделяет в нас функцию воли Божией в достоинстве воздержания Христова. Во-вторых, какое назначение в нашей вере или в наших отношениях с Богом призвано выполнять воздержание Христова. В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы облегся и показывать в своей вере воздержание Христова. А также, в-четвертых, по каким признакам следует определять, что мы показываем в своей вере именно воздержание Христова, а не свою волю, не свое «я». Насколько нам известно, то исходя из Писания, главным врагом воздержания Христова в нас является наша собственная воля, наши собственные желания, собственные интересы, собственные цели. Отвечая на вопрос, первый, какими чертами Писание наделяет в нас функцию воли Божьей в достоинстве воздержания Христова, мы пришли к выводу, что если рассудительность Христова в Писании выражалась всеми оттенками, связанными с работой нашего ума с умом Христовым, то воздержание Христова призвано выражаться всеми оттенками, связанными с работой нашей суверенной воли, суверенной волей Бога. А посему показывание в своей вере в воздержание Христова – это многозначные определения волевых затрат. Это обладать самим собою, обуздывать самого себя, сдерживать самого себя, владеть самим собою, управлять самим собою, господствовать над самим собою, бодрствовать и наблюдать за собою, хранить или сохранять себя от зла, дисциплинировать себя, порабощать себя, покорять себя, княжить над собою, то есть царствовать над своим телом или же над своими чувствованиями, исходящими из потребностей и желаний нашего тела. В связи с этим следует вспомнить, что старославянское слово «князь» как раз и означает «человека, владеющего конем». Мы отметили, что в Писании под конем образно, действительно подразумевается и символизируется тело человека. Псалом 31, 9 «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Иакова 3, 2, 3 «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. В силу этого человека, обладающий воздержанием Христовым, это человек, обладающий суверенностью, который выражает себя в праве решения выбирать зло или добро, смерть или жизнь, проклятие или благословение. И чтобы свойства, присущие воздержанию Христову, не остались для нас в предмете голословных лозунгов, мы привели с Писания 7 определений, хотя их достаточно больше, которые обуславливают суть, содержащую воздержание Христовым, или как определять воздержание Христова, по каким признакам. Во-первых, воздержание, исходящее из рассудительности, это доброходная соработа нашей воли с волей Божией. Во-вторых, воздержание, исходящее из рассудительности, это употребление всех усилий или затрата всех усилий для восхищения Царства Небесного. В-третьих, воздержание, исходящее из рассудительности, определяется способностью владеть собою в границах, означенных Писанием. В-четвертых, воздержание, исходящее из рассудительности, это способность обладать над всем тем, что нам позволительно. В-пятых, воздержание, исходящее из рассудительности, это способность обуздывать свои собственные уста, а не уста ближнего. В-шестых, воздержание, исходящее из рассудительности, определяется по способности находиться или сдерживать себя в границах всех заповедей Господних. В седьмых, воздержание, исходящее из рассудительности, определяется способностью делать твердым свое звание и свое избрание. Итак, вопрос второй. Какое назначение в наших отношениях с Богом призвано выполнять воздержание Христова? Во-первых, назначение, уже мы говорим о назначении в отношениях с Богом, воздержание Христова, исходящего из рассудительности, призвано служить для сохранения нашей жизни и для завладения нами наследием или своим призванием. Второзаконие 8.1. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы жили и размножились, и пошли и завладели землею, которую, с клятвою, обещал Господь отцам вашим. Итак, из имеющегося повествования следует, что мы должны применять все старания, чтобы удерживать и сохранять себя в границах заповедей Господних при одной единственной цели, чтобы размножаться и завладеть землею, которую, с клятвою, Господь обещал нашим отцам, Аврааму, Исааку и Иакову. Под размножением подразумевается способность приносить плод Духа. Исходя из Писания, именно приношение плода служит доказательством, что мы пребываем в Боге и что на практике обуславливает наши правильные отношения с Богом и делает нас Его учениками. Иоанна 15.4.8. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Мы говорим о размножении. Если они не размножились бы, они не смогли бы владеть землею, потому что земля велика, и им нужно было размножиться. И Бог долго размножал их, в течение чуть ли не 500 лет, пока не размножились, и, наконец, чтобы Бог мог выполнить обещание, данное в раму, и они могли завладеть землею. То здесь говорится о размножении, то уже в переносном смысле. То есть, что хотел Бог показать, потому что это были все образы, размножение, плодоношение. То есть, только путем, когда мы начинаем плодоносить, мы сможем овладевать землею. Поэтому под размножением имеется способность плодоносить или приносить плод Духа. И, исходя из Писания, как мы уже сказали, именно приношение плода служит доказательством, что мы пребываем в Боге. «Прибудьте во мне, я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть им лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь». И они сгорают. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». То есть Отец прославляется от того, когда мы размножаемся, то есть переносим плод и становимся таким образом его учениками. «В то время как под обетованной землей подразумевается почва нашего сердца, а овладевание обетованной землей подразумевает овладением своим сердцем или способностью владеть своим духом. Притчи 25-28, что город разрушен и без стен, тот человек, не владеющий духом своим». Стены, свидетельствующие доказательством того, что мы владеем своим духом, образно указывают на тот фактор, что человек пришел в полную меру возраста Христова. Стена – это всегда символ некоего совершенства во Христе Иисусе. И такая полнота выражается как раз в способности приносить плод. То есть, если человек не обладает стенами, он не способен приносить плод. Для того, чтобы приносить плод, необходимо созреть для этой цели. И здесь говорится, какой плод мы будем приносить или как мы будем размножаться. Галатам 5, 22-24. «Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые христовы, распяли плод со страстями и похотями». Исходя из этого, только посредством размножения, выраженного в плоде своего духа, человек может овладеть обитованной землей, под которой имеется в виду почва нашего сердца. Таким образом, именно воздержание Христова, обуславливающее плод нашего духа, регулирует наши правильные отношения с Богом и делает нас Его учениками. Во-вторых, назначение воздержания призвано служить для обретения пищи, пребывающей в жизнь вечную. Вообще, где слово «старайтесь», мы уже говорили, это способность дисциплинировать себя, воздерживаться. Иоанна 6, 27. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог». Ибо на Нем положил печать свою Отец Бог. Исходя из смысла и назначения, которые уделяются пище и питье, следует, что пище и питье, которое будет уделяться первостепенное значение, приведет нас либо в Царство Небесное, либо в вечную погибель. Если мы уделяем первостепенное внимание тленной пище, это приведет нас к тлению, к погибели. Если мы первостепенное внимание свое уделяем пище, пребывающей в жизнь вечную, которая нас доставит, она пребывает, то есть она нас доставит в жизнь вечную, в Царство Небесное. Именно поэтому мы призваны стараться, чтобы воздерживаться от заботы о пище тленной, что нам есть и что пить, потому что всего этого, согласно Писанию, ищут язычники или же люди этого мира, то есть необрезанные, не имеющие с Богом завета. Матфея 6, 31, 33. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие. И здесь имеется в виду, нетленная пища и Царство Божие – это синоним, это одно и то же. То есть иногда люди думают, что же такое Царство Божие? Оно в пище нетленной. Ища нетленную пищу, мы практически ищем Царство Небесное. И Он говорит, как искать эту нетленную пищу? Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. Мы уже говорили, что ищите Царство Божие в оригинале, в правде Его. Переводчики сделали ошибку, потому что мы уже говорили в греческом языке предлоги и эс, черес, под. Их нету. Это мы ставим предлоги. И нужно предлог ставить по смыслу. Нельзя искать Царство Божие отдельно и правды Его отдельно. А все остальное, то есть пища и питье материальное, приложится вам. Это местописание говорит, как мы уже с вами говорили много раз об этом, не о первостепенном и второстепенном, то, что следует искать в первую очередь, а что во вторую, а говорит о двухполярностях. Чего следует нам искать, а чего не следует искать. Или же о роли, которую взял на себя Бог, и о роли, которую следует исполнять нам, которую Он поставил нам в закон. Для этого надо определить, что такое Царство Божие, как искать то, чему мы не можем даже дать определение. Поэтому, когда люди не могут дать определение Царству Божию, они напишут предлог ищите Царство Божие и правды Его. Но на самом деле, давайте дадим определение. Есть очень много определений, но вот одно из определений. Римлянам 14, 17, 18. Ибо Царство Божие не пища и питье, то есть, а праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достойно одобрения от людей. То есть, обратили внимание, что праведность является определением. То есть, праведность – это одна из составляющих Царства Небесного, главное. И поэтому ищите Царство Божие в праведности, а не и праведность. А остальное – это уже прерогатива Бога, а не прерогатива человека. Таким образом, воздержание направлено на то, чтобы не искать того, чего ищут люди сего мира. и оно определяет мирные отношения между Богом и человеком. Когда мы ищем Царство Божие в праведности, это определяет наши отношения с Богом. Таким образом, воздержание Христова в данной ситуации определяет, кто мы. То есть, Бог расположен будет к нам или же, напротив, будет возмущен. Потому что мы начинаем исполнять роль Бога. Мы берем на себя функции Бога, потому что Бог взял на себя функции, чтобы доставлять нам пищу тленную. Мы много раз говорили, что вся земля принадлежит Господу, и Он все время клянется и говорит «Господня земля и все, что наполняет ее». Ведь 10 казней, которые Бог употребил для египтян, образ нашей нераспятой души, которая все время пытается искать материальное, Он постоянно доказывал фараону «Моя земля, чтобы ты знал, что Господня земля». Потому что фараон считал, что это его земля. Бог говорит «это моя земля, чтобы ты знал». И когда мы знаем, что вся земля принадлежит Господу, все богатства в ней находятся в руках нашего Небесного Отца, то зачем переживать? Зачем так сильно бояться, как мы будем дальше жить? Это пусть мир переживает, как он будет дальше жить. Потому что их отец – дьявол. Землей он не обладает. Это Бог – хозяин земли. Он обыкновенный узурпатор, побежденный Богом. Это пусть они боятся. Экономики спадают. Нам вообще не следует бояться. Ведь Бог сможет нас прокормить при любых ситуациях, потому что это его земля. И все, что находится там. И если Он позволил для того, чтобы мы могли возрастать, видя, что мы начинаем прилипаться к земному, забрать у нас это земное, чтобы мы начали искать пищу, которая приведет нас, представит нас в Царство Небесное, искать Царство Небесное в нетленной пище, то разве погрешает этим Отец Небесный против того, что Он взял на Себя? Я буду заботиться о том. Давид говорит, «Я никогда не видел праведника, чтобы он умер от голода, просящим кусок хлеба. Он никогда не станет под мостом и не будет просить хлеба. Он скорее умрет от голода, но он не умрет от голода. Он может испытывать голод, испытывать жажду, но он не умрет от этих вещей, потому что он начнет жить пищей нетленной, которая господствует. Когда Христос был голоден, он был испытан сатаной. Тот подошел к нему и попытался его на пищу тленную перевести и сказать, «Ты же Сын Божий! Ты же можешь! Ты кормил тысячи людей двумя рыбками, пятью хлебами, еще оставалось. Скажи вот этим камням, чтобы они сделались хлебами и утоли свой голод!» Он ему сказал, «Отойди от меня, сатана! Ибо написано, не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом Божьим, исходящим из уст Божиих». У человека, когда он попадает в такую ситуацию, открываются возможности жить нетленным словом Божьим. Просто начинать размышлять, провозглашать. Люди будут вокруг вас, как мухи, умирать. А вы будете жить, несмотря на то, что дискомфорт ваше тело будет испытывать. Но зато затем Бог даст обязательно награду и накормит вас, даст эти возможности. В-третьих, назначение воздержания, исходящего из рассудительности или ума Христова, призвано участвовать в обогащении духовными дарами. 1 Коринфянам 14, 12. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Еще раз повторяю, везде, где вы будете видеть усилия «старайтесь», это связано с воздержанием, самодисциплина, самообуздывание «старайтесь», потому что нам нужно будет воздерживаться для того, чтобы обогащаться дарами к назиданию церкви. Потому что из этого наставления следует, что мы должны воздержаться от того, чтобы не эксплуатировать духовные принципы, содержащие в дарах духовных для своих личных целей, для своих интересов, для своей славы, исписывать это на Бога, говоря, «О, Бог будет иметь от этого славу!» Но на самом деле это мы хотим иметь часто славу. 1 Иоанна 5, 14. говорится, «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего, по воле Его, Он слушает нас». То есть для того, чтобы обогатиться дарами, когда у нас будет цель к назиданию церкви, к назиданию самого себя в Боге, то только тогда дары духовные, то есть Бог будет допускать к нам, нас к этим дарам духовным. Потому что они Богом даны для того, чтобы взращивать нас, а не для того, чтобы удовлетворять наши плотские потребности. Не просто, чтобы исцелить нас и напитать нас. Не просто, чтобы дать нам какое-то знание, чтобы надмиваться им и подниматься над людьми, которые не обладают этим знанием. Он дает знания, такие, которые дают возможность приближаться к Богу и приводят нас к смирению. В четвертых назначении исходящей рассудительности призвано участвовать в творении молитв. Очень важный аспект. Молитва – это единственный фактор, где человек общается с Богом. Так вот, как раз воздержание призвано участвовать в творении истинной молитвы, истинных взаимоотношений с Богом. Ефесянам 6,18 «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самым со всяким постоянством». Согласно имеющегося устава о молитве нам следует воздерживаться от творения молитв, в которых присутствует человеческое творчество, бросающее вызов творчеству нашего Духа. Иоанна 4,23-24 «Настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть Дух и поклоняющийся, Ему должны поклоняться в Духе и истине». Невозможно молиться в Духе, потому что что такое молитва? Молитва – это поклонение. То есть для того, чтобы молиться Духом, нужно находиться или поклоняться в Духе. Я понимаю, что часто люди однозначно говорят молиться Духом – это молиться на иных языках. Но мы знаем массу людей плотских, которые говорят, что нехристиане живут как сатана и говорят на иных языках. что явно противоречит. Значит, здесь заложен гораздо более обширный смысл. Да, здесь есть иной язык как одна из составляющих. Творчество Бога, с которым мы призваны сработать, обуславливается смыслом, заложенным в Писании, который призван открываться нам через откровение Святого Духа. Чтобы поклоняться в Духе или молиться Духом, необходимо, чтобы нам открывалось Писание. Давайте прочтем 1 Коринфянам 14, 14, 15. Это устав о молитве на иных языках. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя Дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться Духом, стану молиться и умом. Буду петь Духом, буду петь и умом. Обратите внимание, если человек будет молиться только Духом, это будет неправильно. Если он будет молиться только умом, это тоже неправильно. Вот здесь как раз имеется в виду поклонение в Духе обязательно имеет сочетание захватить твой ум и поместить его в Дух. А для этого нужно, чтобы наш ум имел отношение к нашему Духу и черпал оттуда информацию. бодрствование в том, чтобы во всякое время и со всяким постоянством молиться Духом как раз обуславливает наше поклонение, без которого не может быть никаких отношений с Богом. И здесь как раз есть, как составляющая молитва на ином языке, но здесь есть поклонение в Духе. Только тогда хороша молитва на ином языке, когда мы поклоняемся в Духе, потому что наш речевой аппарат получает информацию или же наш Дух мы даем нашему аппарату способность и он берет способности от нашего Духа и это наш Дух молится задействуя наш речевой аппарат. Но если мы молимся только Духом, Бог хочет, чтобы наш ум тоже в этом участвовал, тогда наш Дух дает части откровения нашему уму и мы начинаем молиться в соответствии того, о чем молится наш Дух. Почему важно молиться на ином языке? Потому что когда вы молитесь на ином языке, начинает идти истолкование, то есть у вас приходит знание в ваш ум, о чем молится ваш Дух, и вы начинаете умом молиться, подпрягаетесь, и тогда Павел говорит, вот что такое молиться в Духе или по Духу или поклоняться в Духе. Когда ваш ум имеет участие погружается в Дух и начинает использовать те мысли, те цели, которые заложены в молитве вашего Духа. Представьте себе, что если этого не будет, то я умом начну молиться против. Я же начну искать что-то плотского, задействовать принципы Писания, веры, для того, чтобы достигнуть чего-то материального, в то время, когда Дух будет молиться о духовных, а таким образом, как Бог будет слушать такую молитву, когда из одних и тех же уст будут выходить совершенно противоречащие цели, которые будут обращены к Богу. Потом здесь говорится о постоянстве в 24 часа в сутки. Вы скажете, это невозможно, конечно, и возможно. Невозможно в нашем понимании, как мы понимаем, потому что истинная молитва в Духе означает, когда между нами и Богом нету греха. тогда ваш Дух постоянно, независимо от того, что вы не задействуете ваш ум, он постоянно находится в контакте пред Богом. И он постоянно говорит на этом ангельском языке. Он может это делать в мыслях, он может это делать независимо от наших мыслей. Наш Дух может молиться, может вздыхать к Богу воздыханиями неизреченными, независимо от нашего образного мышления. Это если мы начинаем и есть печать Бога у нас на челе, тогда наш ум постоянно тоже имеет связь с нашим Духом и мысли эти проникают. Вы ходите, вы работаете, вы беседуете с кем-то, а в это время проникают мысли из Духа и ваш ум начинает загораться от этой энергии. В мыслях моих возгорелся огонь и я стал говорить языком моим. Откуда это в мыслях возгорается огонь? От чего? Потому что из Духа приходит информация. Человек соединен со своим Духом. Он хочет молиться в соответствии воли Божией словами Писания. Хорошо, пройдем дальше. В пятых назначение воздержания исходящего из рассудительности призвано участвовать в обретении мира и святости. евреям 12-14 старайтесь иметь мир и святость или же мир со всеми и святость без которой никто не увидит Господа. То есть без воздержания невозможно иметь мир со всеми и святость. Старайтесь. То есть нужно как-то себя дисциплинировать. Для этого нужно знать что такое мир о каком мире идет речь и о какой святости идет речь. Что такое святость? Что это отделение чистого от нечистого. Отделение святого от несвятого. Мы говорили что вот овцы чистые отара овец. Но они не святые. Отара овец никогда не может быть святой. Святой овца становится когда ее отделяют от отары для жертвоприношения. Вот здесь она становится святой. Ее отделяют. И разумеется стадное животное в это время неимоверно страдает. Оно испытывает дикое одиночество. Будучи стадным оно умрет в одиночестве. Просто от самого одиночества. Оно начнет грустить, тосковать. Овца одна овца не может жить вне стада. Она как говорится захворает или заболеет и умрет. Когда человек отделяется от тела Христова и думает что он сможет так жить не общаясь в живом общении в теле Христовом а смотря только по телевидению понравившегося проповедника он умрет. Потому что нету общения живого общения. Дух Святой начинает предаваться через живое общение друг с другом где мы с личностью сталкиваемся который является сыном Божиим во Христе Иисусе дочерью Божией во Христе Иисусе который надо снисходить от которой надо что-то брать происходит взаимодействие служение друг другу и тогда мы начинаем возрастать тогда идет жизнь давайте посмотрим эту мысль отношения с людьми напрямую связаны с нашими отношениями с Богом из чего следует что в отношениях с людьми мы должны быть воздержаны в своих словах и в своих поступках Иахов 1.19.20 и так братья мои возлюбленные всякий человек да будет скор на слышание а медлен на слова медлен это воздержан в своих словах медлен на гнев медлен то есть он должен воздерживаться чтобы выражать гнев когда делают что-то не так как вы хотели бы когда муж начинает говорить делать и поступать вопреки того что вы хотели бы или наоборот жена наступает делает то или муж неважно кто или когда ближний ваш с которым вы что-то имеете общее вдруг начинает делать не так как вы это видите у него другое ведение другая позиция ибо гнев человека не творит правды Божией поэтому быть медленным на слова и на проявление гнева это воздерживаться от высказывания определенных слов и от проявления своего гнева такое поведение обуславливает признание за Богом право проявлять свое мщение или мстить за зло соделанное нам потому что если мы сами начнем не воздерживаться а давать отпор нам сказали и мы куснули нас укусили я говорю так укусну тебе мало не покажется и мы моментально и обычно говорит человек оригинален он настолько быстро находит слова и говорит будь с ним осторожен он может так укусить мало не покажется то есть воздерживайся и люди начинают бояться этого человека а нам не надо бояться друг друга если что-то не так нам нужно воздерживаться понимая что за всякое слово которое мы высказываем мы дадим отчет пред Богом нам надо понимать что мы имеем дело с сыном или дочерью живого Бога нам надо понимать что жена это дитё Божие дочь Авраама и ты не можешь с ней просто сверху вниз разговаривать диктовать ей условия равно и ты жена не можешь брать под контроль своего мужа потому что это сын Божий сын Авраама это не только твой муж это брат во Христе и поэтому очень важно здесь давайте прочтём такое местописание Римлянам 12 17 21 никому не воздавайте злом за зло но пеките себя добрым пред всеми человеками если возможно с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми не мстите за себя возлюбленные но дайте место гневу Божию ибо написано мне пещение я воздам говорит Господь итак если враг твой голоден накорми его если жаждет напой его ибо делая сие ты соберешь ему на голову горящие уголья не будь побежден злом но побеждай злодобром то есть воздерживаясь от определенных слов чтобы отмстить обидчику или поставить его на свое место сдерживая свой гнев потому что когда вы сдерживаете гнев это не грех гневаться Бог не говорит что грех гневаться Бог говорит грех проявлять гнев придет негодование придет гнев если у вас не приходит гнева когда нарушают ваши суверенные права когда делают не так как вы хотели значит что с вами что-то не в порядке гнев это нормальное проявление в человеке негодование когда несправедливо поступают но мы должны сдерживать воздерживаться от проявления гнева и тогда Бог не вменяет нам этот гнев сдерживая мы почитаем Бога представляю Богу право чтобы он излил свой гнев потому что гнев человека не творит правды Божьей а Божий гнев творит его правду он защитит нас в свое время он в свое время воздаст нам за то что мы перетерпели перенесли и так же не важно кто это ягод рассужу между овцой и овцой буйную разжиревшую истреблю я рассужу между пасторами которые пасут самих себя а не стада которые должны были бы пасти таким образом мы поняли эту мысль давайте перейдем к шестому шестой составляющей назначение воздержания исходящего из рассудительности призвано участвовать во всяческой любви к Богу книга Иисуса Навина 23 11 посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего интересно вот это слово всячески то есть используйте всякий повод всячески при любых обстоятельствах при любых ситуациях используйте эти ситуации для того чтобы любить Господа Бога из данного постановления следует что мы действительно призваны воздерживаться от того чтобы наши цели каким-либо образом могли преследовать чьи-либо интересы кроме интересов Божиих то есть я приведу эту мысль Иисуса Навина которую Дух Святой высказал через него Колоссянам 3.20-3.25 это та же самая мысль которую высказывает Павел но только немножко иначе и все что делаете делайте от души как для Господа то чтобы понять как всячески любить Господа стараться все что делаете делайте от души как для Господа а не для человеков зная что воздаяние от Господа получите наследие ибо вы служите Господу Христу когда всячески стараетесь любить Господа или все что вы делаете делайте от души как для Господь, не для человека. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия. Таким образом, назначение воздержания, исходящего из рассудительности, с одной стороны, участвует в служении Богу, а с другой призвано через проявление всяческой любви к Богу приводить нас к наследию, положенному Богом на насчет. Оказывается, воздержание призвано участвовать в снятии наследия, которое Бог положил на насчет, чтобы оно стало доступным. Другими словами, чтобы несуществующее стало существующим. То есть, в невидимом мире оно есть. И вот мы его называли несуществующим, а теперь оно стало через воздержание. В седьмых, назначение воздержания, исходящего из рассудительности, призвано участвовать в выстраивании наших отношений со всякой человеческой властью. Римлянам 13.1. Всякая душа добудет покорно высшим властям. То есть, мы сами себя должны дисциплинировать, чтобы подчинить себя всякой человеческой власти. И мы с вами размышляли, и мы с вами размышляли, что такое воздержание. Воздерживаться – это дисциплинировать самого себя. Всякая душа добудет. Здесь исполнено… То есть, заметьте, какой глагол задействован, здесь имя Яхве задействовано, только в глаголе. «Добудет». То есть, это слово или этот глагол означает существовать, случаться. И как только вы его переводите в существительное, он означает имя Яхве. Существующий над бытием, имеющий в себе бытие, творящий бытие, управляющий бытием. Всякая душа, да, будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. То есть, допущены Богом. Из данного повеления следует, что воздержание Христова в нашей вере, выраженное в покорности всякой власти, на самом деле призвано таким образом выражать покорность Богу. Практически только через выстраивание своих отношений с делегированной властью Бога мы можем выстраивать свои отношения с Богом. И такое отношение к делегированной власти Бога выражает наша позиция, во-первых, к человеку, облеченному властью наших родителей, во-вторых, это позиция к человеку, облеченному властью мужа, в-третьих, это позиция к власти пятигранного служения, в-четвертых, это позиция ко всякому человеческому начальству, в-пятых, это позиция к начальствам и властям тьмы под небесами. то есть существуют вот эти пять я не поставил их в последовательности в которой они якобы должны стоять я начал их с того когда человек рождается в этот мир первое с кем он встречается это со своими родителями и далее подрастая он встречается и видит как его мать относится к отцу и как отец относится к его матери в будущем очень часто дети копируют своих родителей вопреки этих желаний часто он говорит я никогда не буду таким как мой отец он будет гораздо хуже чем его отец потому что он начинает судить своего отца я никогда не буду такой как моя мать ты будешь хуже чем твоя мать потому что ты начинаешь судить свою мать неправильные отношения то есть только тогда можно не быть таким как твой отец и как твоя мать это не судить их первое а почитать их и второе отречься от этой генетической линии не от родителей а от той генетики от той информации от той судьбы от того зловещего рока который передан был генетически в семени наших отцов поэтому позиции к человеку облеченному властью родителя нам нужно воздержаться и понимать что родители несовершенны хотя дети поначалу рассматривают что их родители совершенны что они все знают все родители разные все по-разному воспитывают своих детей я недавно слушал сегодня как одна девочка жаловалась уже взрослая 24 года как ее мама записывала в тетрадку каждое преступление и потом в определенный день она наказывала ее за все эти преступления это то что мама считает преступлением и вот она накрасила ногти бесцветным лаком и мать за каждый накрашенный ноготь приписала ей два удара плетью мама светская дама неверующая но она понимала что этого не должно быть и когда дочь вопреки ее накрасила ногти она выпорола ее за это и говорит делала она это по пятницам когда подходила пятница она открывала свою тетрадь и находила там что вот 10 ногтей она накрасила следовательно за каждый ноготь два удара и она получила 20 плетей то есть вот другие да что это за даже верующие как бы так не поступают вот так не держат строго детей но все по-разному и потом дети вырастают и у детей складывается чувство обиды которое они несут через всю жизнь на свою мать или на своего отца правильная позиция к человеку облеченному властью родителя всегда почитать своих родителей прощать их и представлять Богу любить их это значит прощать их и почитать их как родителей слушаться их когда вы начинаете подрастать в границах Писания если они начинают требовать чего-то что как вы христиане видите что это не по Писанию тогда вы можете не исполнять но почитать вы все равно должны можно не выполнять но почитать то есть почитать считаться с его властью вот что означает позиция к человеку облеченному властью родителя потому что человек могущий посредством своего воздержания основанного на рассудительности выстроить свои отношения со всякой делегированной властью Бога это человек который покоится под покровом Всевышнего поэтому из этого следует что позиция нашей воли к делегированной власти Бога в лице всякого человеческого начальства это возможность нашей воли либо сработать с возможностями воли Божией либо с возможностями дьявола в предмете его воли и такая возможность является одним из необходимых и непреложных элементов входящих не только в условия для получения гарантии на восхищение во славе но и условиям полной безопасности в ожидании восхищения от угрожающего нам зла поэтому когда Павел когда другие апостолы Петр когда закон говорит о почитании к родителям то он говорит что почтение к родителям дает вот какую возможность для человека во-первых написано почитай отца твоего и мать это первая заповедь с обетованием да будет тебе благо и будешь долгоденствовать на земле вот это слово да будет тебе благо имеется ввиду ты будешь материально обеспеченным и будешь иметь здоровье ты проживешь нормальную жизнь долгую если в твоем сердце не останется осадка обиды на твоих родителей что они не дали тебе то что дали родители соседа своим детям они дали тебе то что могли дать не думайте что люди распоряжаются этим богатством исходя из своего ума богатством владеют неумные люди часто мы видим я говорил это много раз умные люди находятся на службе у богатых неумных людей и увеличивают их богатство это мы говорим о нужен ум для того чтобы обладать богатством нет бог дает богатство тому кому хочет потом мало того что он дает его кому хочет он еще дает и возможность пользоваться только определенной частью вы что думаете эти олигархи или миллиардеры пользуются всеми деньгами которые имеют как он может использовать все если у него больной желудок и он ест перетертый картофель и бульончик и ему нельзя ни горького ни сладкого ни соленого и как только он чуть-чуть что-то переборщил у него начинает жечь умирать и он понимает что умрет и кому эти миллиарды достанутся в силу часто многих таких он боится всего вы не боитесь спокойно ходите дыхайте дышите воздухом а он все время боится даже в своей комнате подойти к окну потому что вдруг какой-то стрелок его как раз и пристрелит он идет и все время озирается когда там никого нет и потом внезапно умирает и неизвестно кому достаются эти миллиарды а многие люди смотрели и хотели иметь это же не понимая с чем это связано все умрут и никто ничего отсюда не возьмет туда и все это сгорит и мы говорили уже о пище нетленной поэтому очень важно что Бог говорит если вы будете искать царство Божие в моей праведности а Божье праведное заключается в том почитай отца твоего и мать твою то есть а иначе написано то есть кто поносит своего отца злословящий отца или мать смертью да умрет в Завете в Старом Завете необходимо было побивать таких людей камнями если кто-то негативно начинает выражаться своих родителей злословить это желать зла или говорить что-то недоброе о своих родителях поэтому не важно какие родители мы должны почитать их но никогда не идти у них на поводу и никогда не выполнять их капризы почтение не означает выполнение капризов иногда родители а это зачастую бывают диктаторами и то чего они не могли достигнуть жизни они хотят чтобы их дети достигли забывая что у детей совершенно другое предназначение от Бога и другое дарование но они хотят чтобы они именно сделали то что не могли не сделать или они сами выбирают профессию для своего сына и для своей дочери и сами выбирают мужа сами выбирают жену этого не должно быть особенно у верующих но тем не менее даже если это происходит дети должны правильно относиться далее позиция к человеку облеченному властью мужа это самая болевая точка у нас в христианстве не говорю в мире сестры сестры во Христе Иисусе подавлены уничижены с ними не считаются учение настолько внедряется что они сами воспринимают этот образ косыночка которую она надевает это свидетельство якобы того что она должна и она чувствует себя униженной и поэтому она начинает пытаться как-то из этого выйти она всякие хитрости использует чего нельзя делать для того чтобы не выполнять то что хочет иногда муж не всегда хорошо когда муж интеллектуал благородный человек считается с ее личностью а когда он тиран религиозный фанатик когда он не понимает не считается ему совершенно не важно что она чувствует ему не важно какие у нее интересы ему важно он говорит написано и ты должна соблюдать и он все царек такой когда они начинают говорить что они всем являются апостолами и пасторами для своей жены а это все вопреки писания тем не менее церковь в своем большинстве так учит и все таки даже к такому человеку если правильно начинает жена относиться мудрая жена она может пленить своего мужа облагородить его и бог начнет через эту мудрость обуздывать его религиозный фанатичный нрав или унаследован от его да и конечно самое главное это под особым значением я часто говорю об этом особой значимостью в данном случае обладает делегированная власть в лице пятигранного служения потому что в их задачу входит возвещать и указывать то что Господь утвердил Сион убежищем для всех тех кто обладает нищетой духа Исаии 14.32 что же скажут вестники народа то есть святые входящие в пятигранное служение посланники Бога что же скажут вестники народа то что Господь утвердил Сион и в нем найдут убежище бедные из народа его обратите внимание что посланники и вестники народа будут говорить вот это что Господь утвердил Сион избрал это одно он его еще и утвердил мы сами с вами знаем что согласно Писанию Бог избирает помазывает человека но потом нужно быть утвержденным если человек не будет утвержден то он потеряет свое царство свое помазание Бог сказал Саулу через Самуила сегодня бы Господь утвердил царство твое но ныне царство твое забрано от тебя ты его имел берегись чтобы кто не восхитил венца твоего надо быть утвержденным Давид узнал что Господь утвердил его царем когда когда цартирский послал и построил ему дом из кедра когда вы начинаете воистину обладать праведностью не просто считать себя праведниками а быть праведниками построить из себя когда начинаете творить правду потому что некоторые люди считают вот Бог дал нам всем праведность даром по благодати мы ее не зарабатывали получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе но если мы получив праведность не творим правды мы не утверждаем ее и таким образом вход в Царство Небесное закрыт а люди думают все вот особенно лжехаризматия на этом строится у нас есть две крайности у христиан одни говорят что нужно зарабатывать эту праведность делами творя праведные дела другие говорят правильно да что вы не нужно ничего это дар Божий они берут его как дар Божий но они не творят правды они делают все что угодно и постоянно утверждают там и праведники и смотрят на сверху вниз на тех людей которые пытаются что-то добиться это две крайности которые могут между собой спорить но обе окажутся в аду если не будут утверждены в настоящей истине не утвердят настоящую праведность и здесь говорится что эти вестники скажут что бедные они утвердят сион что Господь утвердил сион то что Господь утвердил церковь и только в церкви можно найти убежище и кто его найдет бедный из народа или нищие духом те которые отказались умерли для всего что было Павел говорит я от всего отказался чтобы приобресть Христа блаженный Христос сказал его проповедь началась на горность того что он сказал блаженны нищие духом ибо их есть царство небесное блаженны нищие духом это человек сам себя ставит в состояние отрекаясь от всего это не нищета по неизбежности а это добровольное отречение от той собственности чтобы полностью зависеть от Бога то есть владеющий как не владеющий это не значит стать нищим в буквальном смысле слова здесь говорится нищете духа блаженны нищие сердцем они внешне Давид постоянно говорил о том я же беден и нищ я же беден и нищ вы увидите во многих псалмах миллиардер того времени обладающий необыкновенной властью постоянно говорил вполне осознавая я же беден и нищ он понимал что если нет рядом Господа он чувствовал себя бедным а Бог не мог быть рядом с мамонной если у нас чуть-чуть перепад на мамону на богатство Бог сразу отходит вы не можете служить двум господам поэтому при изобилии такого богатства он не надеялся на свои богатства надеялся на Бога и когда вы надеетесь на Бога он говорит я же беден и нищ вот кто найдет убежище бедные и нищие а чтобы быть бедным таким и нищим необходимо учение слово этих посланников которое может освободить нас а как освободиться от этого материального то есть как не зависеть от него и не надеяться на него а надеяться на Господа далее следует что этот протокол отношений с делегированной властью Бога выработан установлен учрежден и уковечен Богом в Писании а поэтому изменять суть этого протокола посредством внесения в него своих поправок или толкование означает не признавать пренебрегать и не уважать как Бога так и его закон позиция всякому человеческому начальству то есть Писание прямо говорит что это слуги Божии которые исполняют Божий закон а иначе был бы хаос мы не должны бояться этих слуг Божиих и если мы будем законопослушными гражданами в границах Писания разумеется мы часто говорили я не хочу много уделять этому времени но должно быть уважение почтение а не пренебрежение вы знаете у нас появляется пренебрежение к определенным человеческим начальствам когда мы смотрим иногда нам не нравится их образ иногда нам не нравится цвет кожи потому что кто-то внушил нам что цвет кожи имеет какое-то значение в то время когда он не имеет никакого значения пред Богом все произошли от одного Адама тем не менее вот этот расизм который был внедрен и человечество не может от него избавиться правительство может провозгласить раненство между белыми и черными но бесы разделяют людей по расовой принадлежности по национальной принадлежности по сословию богат и бедные по религиозности но мы все во Христе Иисусе одно и мы должны это понимать и мы должны относиться к любой человеческой власти с почтением вырабатывать у себя и позиция к начальствам и властям тьмы вы знаете что Христос уважал любую власть дьявол пришел к власти над миром и посмотрите с каким уважением Христос говорил с дьяволом мы должны эти вещи понимать что есть положение когда мы не можем повелевать бесам молитва Отче наш говорит именно о том избави нас от искушения когда бесы находящиеся в духовной сфере не на земле а именно там на небе и когда мы начинаем им повелевать мы замахиваемся на роль Бога мы знаем что Писание говорит небо небо Господу а землю он дал сынам человеческим и поэтому Отче наш молитва избавь от искушения то есть речь идет о тех властях которые в воздухе а не о тех которые здесь если я буду говорить Господи избавь меня от искушения бес меня искушает мысли разные посылает а Бог скажет я тебе дал власть наступать на всякую силу вражью но наступать мы можем только на земле мы же по облакам не ходим чтобы наступать на тех массу людей которые связывают бесов княжеских духов над улицей над городом над областью над страной даже над севером югом востоком и западом я был такой церкви я вам рассказывал в Пенсаколе где всю церковь призывали связывать не просто каких-то маленьких начальников там лейтенантов или капитанов а фельдмаршалов протяните руку сюда и все собрание поворачивается и повторяйте за мной ведет их пастор в молитве и давайте на юг князь юга мы связываем тебя во имя Иисуса Христа теперь на север князь севера мы связываем на восток на юг и все кричат и думают совершают что-то великое ба-бах молния бьет по дому дом загорается молитвенный рядом стоит масонская значит масонский храм в нем собираются молния туда не ударяет я им задаю вопрос а как вы думаете почему молния ударила во всем городе в пенсаколе именно в молитвенный дом в котором вот такое пробуждение не в какое-то другое здание они даже не думают об этом а я говорю вот у Иова написано что он скрывает в гланях своих молнии и повелевает ей кого разить я увидел что бог разгневан потому что это роль бога они не выполняют свою роль чтобы наступать на бесов я посмотрел больше пол церкви людей оккультно обремененных все дергаются я сперва подумал что это одержимых в угол собрали передергивается если я начну показывать мне супруга говорит не показывай говорит как они дергаются потому что ты очень выглядишь непристойно когда ты показываешь но я хотел показать как они дергаются то это правда непристойно и я думал наверное это одержимых собрали думаю ой как много в один угол церкви наверное будет служение как-то о них сейчас будут молиться когда смотрю он объявляет хористы займите свое место и вдруг смотрю вся эта дергающаяся компания кривляющаяся поперлась к алтарю и передергнутся потом смотрю сам проповедник идет и вдруг внезапно как передергнется ну как вот думаю что это такое и они не думают что вот это что вот надо наступать здесь они не наступают они начинают там делать точно так же как он говорит вы ищите царство божие в праведности я об этом позабочусь а они начинают использовать принцип описания деньги посеешь деньги пожнешь да нет друг это и есть когда вы становитесь богами берете на себя роль бога не рассуждая поэтому относиться к начальствам и властям тьмы следует так же правильно как относился бог ведь бог с ними считается посмотрите он говорит сатаной ну что он говорит вот я обошел землю ну и что он говорит обратил ли ты внимание на раба моего иова то есть бог хочет похвалиться потому что тот не хвалится он говорит я обошел землю он потребовал его к отчету пришли сыны божии пришел сатана бог призывает к отчету и дьявола потому что он владеет божьим наследием и бог должен с ним определенно считаться до определенного времени когда он будет осужден с ним не надо будет считаться сейчас он обладает реальной властью и вы не сможете забрать у него власть способами неправильными когда бесы стали простить его не посылай нас в преисподние позволь нам войти в свиней и он позволил им мы не видим что признание бесов Христос использовал какие-то негативные слова какие-то унижающие термины абсолютно нет он просто говорил духу выйди из него со властью ведь если у вас есть власть вам не нужно употреблять какие-то бранные термины поэтому очень важно когда мы понимаем эти вещи воздерживаемся именно воздержание выстраивает эти отношения с Богом и по отношению к делегированной власти мы выстраиваем отношения с Богом на этом я сегодня хочу остановиться и мы склоним и мы склоним наше колено или же сидя или же стоя у кого есть какая возможность помолимся Господу поблагодарим Его за то что Он дает нам семя своего слова открывает свою премудрость каким образом мы можем наследовать царство небесное стать вот такими изваянными столпами в Его царственном чертоге аминь будем молиться дорогой Небесный Отец во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за Твое Слово за Твой Святой Дух который открывает нам Твои глубины мы благодарим Тебя за этот дождь за эту росу за это учение за эту небесную манну за эту пищу которая пребывает в жизнь вечную которая ведет нас к жизни вечной благодарим Тебя за Твое Царство за Сына Твоего Иисуса Христа благодарим Тебя за чудные прекрасности Он возвышенность Твою которая стоит на виду всех людей которые завидуют другие вершины которые завистливо смотрят на эту вершину на которой благоволит обитать Бог Господи без Тебя мы ничто мы действительно бедные и нищие если Духа Твоего Святого не будет с нами мы будем мертвы как мертвое тело не имеет в себе Духа но когда Ты с нами тогда Ты можешь самовыражать себя через нас и мы хотели бы и желали бы чтобы представлять Твои интересы да будет благословен народ Твой пред лицом Твоим отныне и вовеки да будет насыщен народ Твой елеем помазания Твоего хлебом Твоим пропитанным елеем да прославится имя Твое через те плоды которые мы будем приносить пред лицом Твоим позволь нам размножиться и овладеть землею которую Ты обещал Аврааму Исааку и Иакову позволь нам царствовать над собою позволь научиться дисциплинировать себя порабощать себя в соответствии Твоих заповедей позволь нам воздерживаться чтобы сохранять себя в границах Твоих прекрасных постановлений законов благодаря этому воздержанию люди которые будут окружать нас скажут это великий народ самый мудрый на земле только потому что мы будем жить по Твоим заповедям позволь нам не заменять Твои заповеди человеческими толкованиями позволь нам не отнимать от них и не прибавлять к ним позволь нам склониться перед этим сводом законов великих и чудных да будет открыт он пред лицом народа Твоего да будет раскрыто наше сердце позволь нам сработать с Твоим воздержанием чтобы представлять возможность самому Тебе судить наших врагов и наших обидчиков позволь представить Тебе право верховного судьи и верховного мстителя чтобы мы могли быть благословены пред лицом Твоим ибо знаешь Ты как избавлять наследие Твое и защищать его когда мы будем в границах Твоих и у нас будет Твое покрывало это покрывало великолепия и славы через которое Ты будешь хранить нас да будет благословен каждый Божий человек и приготовлен к царству Твоему аминь Отче наш сущий на небесах да святится имя Твое да приедет царствие Твое да будет воля Твоя и на земле как и на небе хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим и не введи нас во искушение но избав нас от лукавого ибо Твое есть царство и сила и слава во веки аминь а теперь провозгласим наш неизменный манифест могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою своею непорочными в радости единому премудрому Богу спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего слава и величие сила и власть прежде всех веков ныне и во все веки аминь аминь он аминь я ныне аминь